Но давайте я тоже, как обитатель тюрьмы и строгого режима, скажу свое мнение о вербовке уголовников на войну. Я прочитал расшифровку знаменитого видео. Много о чем тут можно поговорить, включая то, сколько теперь людей решится на тяжкое преступление, зная, что если даже и поймают, то есть вот такой способ избежать отсидки. Но у меня взгляд изнутри на другую тему. Заявляется, что для участия в войне требуются убийцы, грабители, разбойники, нанесшие тяжкие телесные повреждения. И многие почему-то находятся под впечатлением, что эти категории граждан в тюрьмах это какие-то зверские боевики, типа как в отряде самоубийц. Люди, конечно, сидят разные, наверное, и парочка боевиков есть. Но и заявляю со всей ответственностью, что в 90% случаев убийцы это сильно пьющий человек, который однажды нажрался до такой степени, что нанес 18 ножевых ранений соседу, собутыльнику или, чаще всего, жене. Грабитель — это чувак в поисках денег, приходил в торговые центры, где отжимал айфоны у школьников. Разбойник — это алка-наркот, который выслеживал женщин до подъезда, где отжимал у них сумку. Чтобы сумку отдавали быстрее, он бил женщин молотком по голове. Тяжкие телесные — это чувак влез в пьяную драку, где ударил кого-то по голове дубиной или камнем. Ну и чего навоюет эта армия? Он же на то и есть уголовный элемент. Не зря же ни в СССР, ни сейчас в России сидевших не берут в армию. Почти у всех таких людей большие проблемы с дисциплиной и еще большие проблемы с алкоголем и веществами. Нет. Конечно, если боевая задача в том, чтобы ходить по местности с вопросом «бабка, самогон есть», то из уголовников будут идеальные солдаты. Также идеально будут выполнять приказ — солярку с техники слить, продать, на деньги купить бухла. Ни в какой сухой закон под угрозой расстрела я не верю. Там у всех оружие и еще неизвестно, кто кого расстреляет. Дисциплинированные зэки-штурмовики — это такая же байка для дураков, как и десятки успешных воин ЧВК «Вагнер». Где они, эти воины-то? Они существуют только в мечтах Пригожина. Думаю, что первая мысль любого зэка, посмотревшего это видео — боже, если они нас набирают на войну, то в каком состоянии регулярная российская армия? Ее совсем нет, получается. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что немногие из оставшихся в живых убийц, разбойников и грабителей точно никогда не вернутся к нормальной жизни. Они продолжат грабить и убивать, только уже требуя особого к себе отношения. Крича, мы за вас кровь проливали. Но, собственно говоря, на видео вы можете увидеть первых ласточек. Я не органик запинаю марки. Ой, у меня. Здравствуйте, я обмечаю. Снимите, да? Я тебе честно, я тебя обмечаю. Ну, просто все, мы едем. Без эфирмарки. Мой позывной Марли. Моя группа Марли. Я спецгруппа 136 полка. ПС. Меня лично отдельно вымораживает состояние законности в ОФСИН. Меня месяц маринуют в ШИЗО за расстегнутую пуговицу, а в это же время на строгие зоны заходит человек, сам бывший уголовник, который выступает перед убийцами. Говорит, я вас вытащу и сделаю из вас штурмовиков. Это какой же бардак в стране творится?